Информационная медийная смена Когда мы ехали сюда на смену, мы все вместе поехали, и Таня нам предложила снять такое видео, и мы не знали, куда его впихнуть, эту идею. И вот сегодня абсолютно случайно, мы подумали, почему бы и нет. Я думаю, что наше поколение, оно стоит буквально уже на рубеже, так как многие экологические проблемы уже решить стало гораздо труднее, чем нежели, например, 30 лет назад. И если мы не начнем это делать сейчас, если это не начнет сейчас делать молодежь, то будет уже поздно. Впечатление от этого дня, это было шикарно, не было свободного времени, и мы пытались каждое время использовать правильно, и нужно рациональный день построить. Сейчас очень важно снимать такие ролики именно в форме «Дети детям», чтобы ребята могли на понятном им языке, без сложных слов, без сложных каких-то ракурсов, понимать, что им нужно, что нужно делать, для чего это делать, что это важно, что все мы живем на одной планете, нам важно дышать чистым воздухом, ходить по чистым улицам. Гран-приз за социальный ролик получила команда «Окно», которая затронул такую тему, как химия среды обитания человека. Идея данного ролика пришла в голову довольно-таки спонтанно. Сразу же вспомнилась прекраснейшая программа «Буря животных», и вот подумали, почему будет сделать ролик в данном стиле. Мы решили затронуть тему гигиены, то есть как люди ухаживают за собой, что они приносят в окружающую среду, и как вообще правильно следить за собой. И с замечательной подачей у нас получился достаточно интересный социальный ролик. В целом, все команды проявили себя отлично и получили такие номинации, как «Лучшая эко-мотивация», «Креативный подход». Сразу две номинации у информационного агентства «Люди-микс» за стандарт качества и лучшую режиссерскую работу. Замечательные ребята, креативные. Каждая команда показала что-то свое, оригинальное. Самое главное, что все выдержали ту тематику, которая им была задана. И я думаю, что ролики, особенно те, которые получили гран-при, и ролик, который получил даже две награды жюри, вполне достойно могли бы быть показаны по центральному телевидению. Прежде всего для молодежи, я думаю, что это крайне важно, потому что тогда многие, может быть, задумаются о тех экологических проблемах, которые на сегодняшний день они не задумываются. Во-первых, во-вторых, в части роликов было показано, так сказать, правильное экологическое поведение. И мне кажется, что это крайне важно и крайне нужно. РСШ в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»